Ну, во-первых, люди не радуются тому, что происходит, потому что люди там уже жили во время войны, скажем, военных действий, они очень боятся возвращения вот в ситуацию 14-15-го годов. Во-вторых, действительно, что в Луганске, что в Донецке, что в Горловке, города пустые, потому что мужчины просто прячутся, забирают с улицы, забирают с предприятий, причем вот у моей знакомой забрали сына два дня назад и нет связи с ним телефона до сих пор, она просто не знает, мать плачет и она не знает, где ее сын. Так, а забрали куди, не сказали? Ну, военкомат просто, пришли на работу и забрали, мобилизовали, если можно так сказать, то есть там же проходит все общая мобилизация. То есть людей просто забирают с работы або с дома? Да. И где потом эти люди деваются, мы не знаем. Самое интересное, что с улицы просто, вот идет человек по улице, его останавливают, патруль сажают в автобус и увозят в непонятном направлении. Вот, поэтому, конечно, очень тревожная ситуация, опять же, эвакуация, то, что вот нам рассказывают, она тоже принудительная. На каждое предприятие, в каждую организацию прислали определенное количество людей, которых нужно вывезти. Их вывозят под угрозой увольнения. Конечно, люди не сильно хотят выезжать, бросать свои дома. Мне вот даже сделали такое наблюдение, что выезжают в основном, вот, ну, скажем, условно говоря, не самые умные, да, и не самые, ну, то есть бедные люди, как правило, для которых возможность выезжать, это, может быть, возможность изменить что-то в своей жизни, действительно. Или просто заработать 10 тысяч рублей, которые, ну, по нашему, это около 4 тысяч гривен, да. То есть люди используют ситуацию, как могут, но общие настроения, это все-таки страх, это, скажем, растерянность. Ну, люди ждут худшего просто. Если говорить про межи, то, про что не хочет сейчас говорить Мирослав, чтобы не фантазировать, но в межи оцей, Луганской области, Донецкой области, где заканчиваются? В голове у Путина, скажем так. Путин четко обозначил, так как записано в конституциях этих, так называемых, республик. В конституциях, наверное, называемых республик обозначены их границы в пределах административных границ Луганской, Донецкой областей, Украины. Соответственно, сейчас они занимают треть территории Донбасса, Украинского. Они хотят получить всю территорию Донецкой и Луганской областей. И это, ну, это явный намек, скажем, угроза. И я думаю, что однозначно, действительно, там будет, скорее всего, предприняты серьезные военные действия со стороны России. Потому что иначе ей нет смысла, скажем, признавать эти республики и не вести с нами боевых действий. Потому что признание, это будет консервация конфликта, вот как в Абхазии, допустим, или Южной Осетии, да. Да, Путину это невыгодно. Ему нужно нагнетать ситуацию, ему нужно давить Украину. Потому что, правильно сказал Мирослав, он обозначил своей целью вообще всю Украину, независимость Украины. И Донбасс он всегда рассматривал, даже во время вот Минских соглашений, которые уже почили, он рассматривал как инструмент для дестабилизации, либо подчинения Украины через особый статус. И сейчас, скажем, он убедился, что не сработало, да, мы не идем вот на политическое выполнение ультиматума российского в виде Минских соглашений. Он предпринял другой инструмент, взял в руки, военный. И сейчас, конечно, я думаю, что будет действительно серьезное обострение. Единственное, что, ну, мы же тоже 8 лет там не зря, наверное, да, окапывались. Поэтому я бы не сильно переживал на месте там вот моих друзей в Краматорске, где-то там в Дружковке, потому что все-таки, я думаю, что мы можем надеяться на армию. И россияне это понимают. Вот я тоже согласен, что там будет как бы брошен пробный камень. Я думаю, что если там не пойдет, то вряд ли будет и, наверное, на Киев наступление там. Я хочу, смотрите, я хочу...